И тут меня осенило, надо дедушке помочь, а заодно и превратить всё в игру. Ну пусть дедушка как играется и ничего не поймёт, что я так специально придумал для его же полезности. Не хоть и три с половиной года, но и придумывать я умею. И вот я предложил дедушке игру догоню. Я на велосипеде, а дедушка пешком, то есть ножками. Когда мы разыгрались, во двор вышли все посмотреть. Слышу, как радостно они говорят. Наконец-то Максимка увлёкся. Да как ездит-то хорошо. А я про себя думаю. Наконец-то я дедушку расшевелил и увлёк. Хоть бы кто заметил, как весело и быстро он расходился. Как походка его стала шустрой, как молодость вспомнил. Когда дедушка меня догонял, я сразу умчался вперёд, быстро нажимая на педальки. Велосипед просто нёсся, как будто превращался в гоночный. Я наклонялся немного вперёд и делал лицо, как у гонщика. Немного причуривая глаза и приподнимая щёки. Я по телевизору увидел, какое лицо делают гонщики. Дедушка шёл за мной быстрым шагом. Говорят, догоню, догоню. Но он не мог догнать. А я, кстати, поставил себе цель на будущее. Сделать так, чтобы дедушка подбежал. Сделать так, чтобы дедушка подбежал.